Чудесный пианист Джоха Уэнд. Это личное подтверждение, кстати, тому, что современная культура катится черт знает куда. Потому что, я помню, с тысяч всего 100 просмотров у записи его пинг-понг-сонг, где, помните, рассказывал, там тетке натянули сетку теннисную, для настольного тенниса через рояль. И стали играть. И, собственно, он про это дело, ну, он сел играть сам, потом он прервался, поиграл с ними в настольный теннис, сел обратно, и на самом сел 100 тысяч просмотров. То есть, какого черта еще людям надо, чтобы видео стало вирусным? Короче, там в чем идея? Вещь из-за того, что там задумка такая, чтобы ему постоянно отвлекаться, у него пальцы чисто на нашем знакомом ладу, точнее даже, по-моему, третье понежно там стало всплывать только, когда он уже пассажа где-то в середине сделал. До этого было чисто мажорная пентатоника. Ну и для простоты скажем, что там было вот первая, шестая, четвертая, пятая, там было... Вот такой вот бас. Естественно, лампа у нас тут гремит обязательно в такт, чтобы поделать. И вот мы учимся, благодаря этой песне, тому, что мы можем... Эта мелодия очень классная, разнообразная. Каким образом? Мы достраиваем интервал, чтобы получить вот это вот на пентатонике кристальное, воздушное, такое фолковое звучание. Мы достраиваем интервал. В данном случае это сначала будут кварты, потом терция. В общем, из нот этого же лады. Там он за его пределы там выходит, обыгрывает мси. Мы хотим сейчас пока что вот именно вот это чистое звучание, то есть... Вроде очевидная вещь, что мы можем играть, если у нас есть лад, не только одиночными нотами мелодии по нему, но еще их зачерпывать, используя там одновременно в качестве интервалов, или там даже цельных аккордов. Пока у нас... Апликатура для этого дела, да, удобные пальцы, у нас это органично, получается, не будет. А сейчас это много где используется, например, в... Господи, как же это буги называлось? В каком-то буги там была тема, что... Как раз таки тоже там были проценты... А, да, часто... По-моему, Йорг Хегеман так играл, когда просто у него уже буги там подходят к концу. По-моему, я не знаю, как бы это из какой-то вещи вылезло. По-моему, с Ваней Рио Буге тоже. Не только эти терцы, но еще вот эти вот кварты вылезли. То есть, короче, мы что хотим усвоить? Что мы под вот такой вот простой пышинистый бас можем пробовать... Интерваль GQ. По мажорной пентатолике. И это нам не мешает совершенно постоянно добавлять какой-то блюзятины и обыгрывать контур лода. То есть... И обратно. То есть, сама идея, что как только у нас вот тут летят вроде такие, как восточные вещи, на самом деле, особенно если мы левую сделаем более конкретно... То есть мы добавляем для жира нотку квинтовую с пауэр-аккорда и на мажорных аккордах. Да, то есть не даем вот эту вот миксер-аккорду такую... Да, сапдаккорд не даем, а мы... Наверняка где-то была, то есть мне кажется, что левую эту придумывал я, но суть не в этом. А в том, что мы сохраняем светло-мажорное звучание за счет ритмичности, да, то есть... Что ты смеешься, что... Что, так постоянно бывает, когда ты думаешь, что что-то придумал, потом слышишь и реально просто там... То есть там какие-то вот такие вот басы на пинтача, они просто там вот везде. То есть они изобретаются на ходу, потому что люди из одного и того же лего все складывают. Так вот, мы берем... Миксуем мажорное звучание, делая его ритмичным по интервалам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok